Подмосковные вечера Добрый вечер 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 Это не так много у нас театров, которые хорошо технически оснащены Так вот, антрепиз, в которой я участвую, она всегда это приобретает Это не только они живописные декорации, но и с механическими всякими такими вещами, как в Сирене и Виктории Здесь у нас тоже очень хорошие декорации, я не хочу identify, как в севере Now»,-что ли, в котором、 в котором он также помогает вам вечер Я не знаю, лучше ли декорации в Лондоне, в которой 50 лет там идет, в спектакле, я не видел его, честно говоря Но пусть сделают лучше, чем у нас. Это очень настоящий, замечательный художник, и все сделано как нужно. Раз уж мы заговорили о Кине Четвертом, спектакль, который собирает в Москве огромные залы, увидят ли его зрители Подмосковья? Я не знаю, я не занимаюсь прокатом. Я делаю спектакли, а всеми спектаклями занимаются другие люди. Не могу сказать. Там ведь все зависит от того, от стоимости от спектакля, от затрат. Ну, там сложно, я не знаю. От желания, кому принадлежит спектакль, возить и так далее. Виталий Мефодьевич, считаете ли Вы критику и критические статьи на спектакле? Ну, во-первых, у нас в театре есть доска, на которой вывешивается. Но для себя. Я не смотрю. Мне говорят обычно, говорят, ой, посмотри, там вот то-то и то-то написано. Ну, тогда, пусть я несколько дней подскажу, потому что в основном происходит такое, знаете, отбивается желание работать. Так же, как у нас есть такая доска, щит, где приходят письма. Я не знаю, по какому признаку, но я точно знаю, что вот сегодня письмо пришло от сумасшедшего. Довольно часто приходят. Ну, больные люди, это как бы, что же здесь делаешь? Ну, это очень неприятно читать. На меня лично очень действует. Вот когда такой человек, всякие запива такие много, и бумажек, какие-то повторения. Это на меня очень действует такое разрушающее. И критика, она так же действует. Очень мало людей, профессионалов таких, понимающих тебя, следящих за тобой, знающих тебя в развитии, могущих сравнивать театрки. Ну, как бы, с толком и к чему можно прислушаться, и это очень интересно будет, потому что это совсем другая область. Люди более знающие, более начитанные, у них больше диапазон и так далее. Таких людей, очень знающих, интересно послушать. В основном же это идет пересказ, и то пересказ с ошибками большими. И как бы со своей точкой, и со своей колокольни. А колокольня маленькая такая. И так, ну, удивляюсь, что вообще ничего уж не знают. Но при этом у нас ведь есть такая вообще, и на телевидении, и на газетах появился вот несколько лет такой тон, знаете, с юмором говорить. Всякие галки, кольки, кешки, там всякие. Таким еще, ну, говорят о звездах мировых. Они с таким же, знаете, как будто бы, ну, там какой-то мальчонка и девчонка бегают. А вот тон как раз имеет право. Никакого права не имеющие люди без какого-то внутреннего трепета или там глубины. Потому что чем интеллигентнее и более знающий человек, он тем осторожнее подходит. Я не знаю, я репетирую, ну, за редким исключением, чтобы я обидел, там, закричал. Это происходит для того, чтобы сделать по-настоящему. Редко я срываюсь когда. А так я таким уважением и осторожен, и к студентам, и к актерам, и люди, которые не могут ничем ответить. Они достаточно зависимые, и такие. Их, наоборот, надо раскрывать, как ребенка. Вот так вот подвигать в ту сторону, не обижая, как я внуков так стараюсь. А так используя свое положение, возможность безответно хамить. А кого бы вы назвали своими учителями, и кого вы можете назвать с гордостью, из своих учеников? Ну, у меня вообще таких нету учеников, я их не вырастил еще. А вот про учителей, ну, во-первых, мой учитель первый, это Николай Александрович Аненков, который был художественным руководителем нашего курса. Ну, были и педагоги, Казанский, Смирнов, которые нас вели. В общем, они втроем-то нас и научили всему. Но потом я работал с Эфросом, он у нас в театре, а потом я ходил к нему в студию там заниматься. Это огромное влияние. А кроме того, работая рядом с замечательными актерами, которые могли меня не считать своим учеником, но я у них учился. Это и Линский, и Бабочкин, и Жаров, и Царев, и Гоголева, Шатрова. Я и Пашенную застал, даже на радио с ней успел что-то сыграть. И однажды был даже в последний день Яблочкиной, когда она была на сцене. И он в это время находился на сцене, еще будучи студентом. И у всех у них, и мой друг Виктор Иванович Хряков, он, по-моему, старше меня, уже его сейчас нет. Владиславский, Зеркалов. Там столько было артистов замечательных. Все обладающие своими. Вестник, изумительный артист совершенно. Нельзя им подражать, потому что они совершенно индивидуальны. Но учиться у них я учился. Вас, как артиста, что-нибудь еще может удивить в этой профессии? Потому что у вас тот самый счастливый случай, когда талант получает официальное признание. Казалось бы, вершина актерского олимпа, артистического олимпа. Ну, вы это преувеличиваете. Тем не менее, факт есть факт. Звание премии. Ну, я скромче не буду. Премий у меня никаких нет. А премия Москвы? Одна премия от Москвы, Лужковска, чему я очень благодарен. Ну, я думаю, что этот спектакль, я последний год его играю. И кто не смотрел, приходите смотреть. Это осталось несколько спектаклей. Я в этом сезоне заканчиваю играть этот спектакль. Я вам теперь могу сказать, в принципе, заканчиваю, потому что теперь никто ничего не даст. Изумительный спектакль. Художник сделал потрясающий декоративный репорт. Давайте скажем для наших зрителей, за какой спектакль? Изумительный, это такой слух свадьбы Кричинского. Вот, я за Кричинского там получил. Балетместер Люба Парфенюк сделала изумительную работу со студентами. И это четвертый состав уже студентов, которых надо было научить так работать. И потом, значит, ввести в этот спектакль. То есть спектакль идет на сцене филиала? На сцене идет филиала. Потом там изумительный совершенно актер. Там Бочкарев потрясающая работа. Там Потапов играет замечательно. Там Панкова, которая за 80 лет, она в мюзикле играет. Это само по себе явление. Да, и она и поет там, и движется, и весь пиад. Спектакль 3.15 идет. Это вообще-то, я не знаю, еще когда-нибудь можно будет увидеть такое или нет в Малом театре. Это играет почти вся пьеса сухого Кобылина, при этом музыкальными и очень сложными балетными вещами. Свет изумительный. У нас в филиале, ну, изначально он перестроен был, изначально сделали потрясающий свет. Там около 300 только изменений световых там идет. Это компьютерная техника там работает. У нас до сих пор, мы уже играем под 200 спектаклей, битком набитый зал. Притом очень много молодежи. Смотрите, что очень приятно, вот в Малый театр вернули мы эту часть. Но ведь вы не только, вы так скромно сказали, я сыграл роль, но вы ведь выступаете на спектакле. Я об этом сейчас не говорю, там об этом. Я думаю, там и режиссура заслуживала, чтобы на нее обратить внимание. Я теперь могу сказать, потому что вот сыграв 200 спектаклей и видя зрителей, как реагируют, у нас есть по 10-15 раз, по 20 зрителей, целые группы, которые приходят и смотрят. Это же просто так не бывает. Но поскольку к Малому театре такое как отношение, изменившееся после ухода Царева, который был главой ВТО, и теперь как месть такая идет, все не замечают, что в Малом театре происходит. А в Малом театре происходит многое. И очень хорошее, бывает и не очень хорошее. Но очень много, не много, достаточно спектаклей мощных таких, на которые надо было обратить внимание и критики, и тем, кто премии эти дает. Хотя премии такие маленькие, что пока от Моссовета дошел до культуры этой самой, на Неглинке, в это время же с доллара упал, я там половину уже меньше, потом налог, в результате вообще не надо было ее получать. Но все равно приятно. И все-таки я еще раз повторю свой вопрос. Я его задала не для того, чтобы преподнести красивые дифферамбы, а для того, чтобы понять, что, собственно, вот у артиста с таким огромным стажем, работая на сцене, в кино, что происходит вот там, высоко, там наверху, когда, что уже дальше, только набор ролей, или все-таки есть куда повышать уровень профессиональный? Да я ни одной роли так и не сыграл, как я хотел. Что это значит? Это очень сложно. Можно знать, а сделать не получается. Это ведь от всего зависит. Например, очень трудно ставить и играть. Это раздвоенность мучительная. И нужно большое количество спектаклей, что вот я Иванова сейчас сделал, поставил, там уже больше десяти прошло. Я до сих пор еще не могу оставить режиссерский взгляд, и чтобы только актерский. В Воскреченске мне уже это удалось. Но это очень сложный момент. Потом партнеры. Ведь это хорошо, когда команда. Но у нас уже почти команда такая получилась. С теми работаешь, с кого понимаешь. Но это тоже надо договориться. Зрители, накладки. Там масса-масса всего вещей. Высокое давление и прочие всякие болезни. Всякие вещи, которые мешают стучащие каблуки постановочной группы за кулисами, которые иногда забывают, что на спектакле. Там зрители не слышат, но это все выбивает. И вот редко удается сделать так, как стопроцентно. Поэтому все время хоть что-то сделать, а все время не получается. А вам вообще когда-нибудь удавалось смотреть спектакль, просто как зрителя, отключаясь от всего? Свой? Нет, чужой. Свой, но я уже даже не спрашиваю про свой, потому что по отношению к своему спектаклю, наверное, это невозможно. Знаете, когда захватывает, ты уже перестаешь анализировать. Вот начинается, разрушается все, и ты начинаешь плакать, следить, переживать за человека и смеяться, переживая. Что ж, я вчера включил поздно вечером телевизор, и там покаяние. Уже вторая часть. Ну, я так видел еще, когда так показывали, только избранным. Закрытые просмотры? Да, закрытые были просмотры. Я включил, и так сразу узнавал, что это... Ну, я видел, и думаю, ну, так посмотрю. И потом это телевизор искажает и цвет, а там все это очень важно тоже. И так, знаете, я досмотрел, и я не рассмотрел... Иногда это было там, кто, потому что я встречался вот с этим актером грузинским, кто там играет. Он в жизни такой мягкий человек. У меня такое возникали поначалу. А потом я начал следить, как мучится этот внук Варлаама. И как отец пытается, как о этом драматизм. И на себя переносит. И стал следить за тем, хотя это довольно такой... Ведь фильм, он глубокий, такой философский. Но это все равно интересно так сделано, что не думаешь о философии никакой. Один там бог, который селедку ест, так руки. Это все так конкретно сделано, что перестаешь отвлекаться, начинаешь переживать за этим. И все-таки вы сказали, что главная роль еще не сыграна. Я вас поняла правильно. Почему это вы так сказали? Значит, я неправильно вас поняла. Нет, я думаю, что главные сыграны. Ну, то есть... А может быть, еще что-то будет. Я так не обману себя, что вот я еще что-то как дадахну, бабахну. Не знаю, сложится ли так жизнь, что возникнет. Это нужно, чтобы в определенном месте, с определенными людьми, желающими это делать. Достаточно было средств, чтобы это осуществить. И чтобы хватило сил это сделать. А задумки есть? Ну, у меня, знаете, сколько... Целый мешок сочиненных спектаклей и фильмов. Я очень хочу сейчас соединить студентов своих с актерами, профессионалами, чтобы студентам помочь быстрее. И, знаете, освежить актеров. Потому что я увидел, я не занимался никогда так со студентами. Это так вот они когда идут по первопутку. В этом такая искренность, чистота и первозданность нашей профессии. Они с таким, что ли, погружаются непосредственностью в это дело, что достигают подчас того, чего не могут даже талантливые актеры добиться. При этом при опыте, умении и так далее. Некоторые решения такие необыкновенные. Вот они самостоятельно Чехова играли, отрывки сами делали, федагоги не вмешивались. И вот мы только их посмотрели. Там такие, не даже по исполнению, а по решению, такие в Чехове они увидели вещи и осуществили. Вот мы в Мелихово с ними ездили, это играли чеховские. Так что вот это мне хотелось бы с ними... У нас много снято материала. Есть такой Игорь Гневышев, который уже полтора года к нам ходит на курс. И он снимает всё о студентах. Ну, не каждый день много работает в кино. Но очень много у нас материала снятого. И как они готовятся перед экзаменами где-то. И всякие движенческие, вокальные. И перед экзаменом по мастерству. И сам как идёт в мастерство, и после этого. Там такие сцены необыкновенные, подсмотренные. И вот используя их, у нас такая мечта есть, чтобы сделать фильм, их с игровым соединить. Ну, я пытаюсь это сделать, не знаю пока. Ещё у меня прямых таких договоров нету ни с кем. Ваша фильмография, если я, конечно, не ошибаюсь, я пыталась посчитать, у меня получилось 42 фильма. И вот при таком количестве фильмов, лицо актёра, лицо человека из-за телевизионного экрана просто входит в дом, в квартиру. Оно становится уже дорогим и близким, уже как кто-то далёкий, уже человек не воспринимается. А вы сталкивались с таким моментом, когда человек уже вот, какие-то вот рамки и барьеры стираются. Начинают дёргать за рукав и говорить, доктор Ватсон, доктор Ватсон. Ну, это надо как бы изначально это знать, и это должно быть. И не раздражаться, и не изображаться, что ах, как надоело это всё. Это не стоит, но что-то входит в нашу профессию. Мы должны быть узнаваемы, и должны кто-то путает там. Там разные люди, кто подходит, говорит, о, видел там на улице, говорит, ну где? Слушай, мы не сидели? Ну, так, мягко уходишь, чтобы не зарочаровать. Ну, и там, равно, и что-то такого. Ничего страшного нет, наоборот, всё-таки и там видят. И здесь так должно быть. А что вообще принесла популярность в вашу жизнь, узнаваемость? Ну, это первый фильм «Женщина» был, наверное. Он вышел на улицу, первый раз-то ощутил, что идёшь, а сзади начинает, что-то такое реагирует. Потом, через пару лет к этому привыкаешь, должен понимать, что в общем так должно быть. Хотя это спадает, если большой перерыв между фильмами новыми, происходит спад, потом появляется что-то опять. Потом, в зависимости от времени суток происходит, значит, воскресенье больше узнают. Или после шести-семи вечера, когда там работа закончена, тоже как бы люди расслабляются. А вот вообще к популярности привыкнуть можно? Такой всеобъемлющий? Ну, вы знаете, прямо уж всеобъемлющий, так вот говорить-то уж и не надо. Потому что у нас ни у кого нет такой славы, заслуженный и не заслуженный. Другое дело, как, допустим, у американцев актёров. Там, я, допустим, есть некоторые актёры, которых наши, которых я больше ценю, чем любого из заграничных актёров. Ну, там работа, вот, как бы, дело не звёзд происходит, по всему миру. Ну, как всё у него, Россия, это все берут. Поэтому уже нельзя брать прямо уж везде. У нас фильмы идут, когда? И то теперь новых, хороших нету, телевизионные идут. Вот, конечно, это сериалы, значительно материалы хуже, чем, допустим, «Конанду» или там «Даурия», ну и так далее. Когда художественные фильмы, там снимается на плёнку, это снимается подробно, снимается достаточно долго, это всё выстраивается. Свет и прочее, там, у вас, это кино. Это на видео уже, это у каждого свой телевизор, свой цвет. Это же, ну, так, содержание. Вот вы сейчас сказали, нет фильмов хороших. А в чём дело? В отсутствии режиссёров, актёров, денег? Хороший фильм, дорого стоит. Начнём так. Потом разрушенный прокат, как бы, отогнал, отпугнул. И пауза. Ведь люди дееспособны не вечно. У нас были сильные, там, 50-летние, там, 60-летние режиссёры с большим опытом. Прошёл пауза в 5, 6, 7, 8 лет. Кто? Вообще энергия ушла. Кто-то другими стал заниматься вещами. К нам пришёл, допустим, вот Хуциев на курс. Он привёл, там, лекции читает, и курс ведёт. Там, для французских режиссёров профессиональных. Они приехали, и они у нас были на экзамене. И они, когда ушли, я разговариваю со своими студентами, вдруг он приходит и говорит, я пришёл передать вот от всех моих, там, французов, что им очень понравилось. Они просто разрешили нашим курсом работать. И я, вы знаете, он так ниже меня так стоит, человек. Но у меня аж сердце защемило. Он ещё заговорил, а помните, как, это у меня была, на самом деле, первая роль заставы Ильича. Ну, не роль маленькая, я там пробегал вначале, а он помнит. Это можно было забыть, мне там и без слов почти было. Он говорит, помните, снимали с нами. Я говорю, да, конечно, я помню это всё. Передо мной, рядом со мной, стоял великий режиссёр. Великий режиссёр. Я своих спрашиваю, вы хоть знаете, кто передо мной? Говорит, да, да, ну, я не уверен, что все знают. Потому что сейчас достаточно мало знают. Вот, ну, я надеюсь, что они знают. Так вот, я не знаю, по каким причинам, что вот этот у нас есть великий режиссёр, который давно уже не снимает картины. Ну, вот я могу предположить, какие это причины. Отсутствие проката, значит, отсюда оправдание денег нет, больших денег не вкладывают. То есть, хорошее настоящее кино снять невозможно. Или можно каким-то способом наскрести, уж не знаю, как делать, один фильм, и вот его, значит, раздувать и так далее. 40 миллионов. Ну, вот мы говорим о том, что нет денег, и, тем не менее, прокат фильма «Властелина колец» за один месяц в нашей стране принёс сумасшедшие прибыли. Наверное, ни с чем не сравнимые прибыли. Да, фильм дорогостоящий. Но, значит, деньги крутятся в кинобизнесе, и они возвращаются и отбиваются кинопрокатом. Я, знаете, этим не занимаюсь вообще. Я могу сочинять там только всякие истории. Я не знаю. Я знаю, что, понимаете, по каким-то причинам это всё ущемляется. Допустим, ведь даже телевизионный фильм, посмотрите, сколько туда вставляется этих реклам. Ну, грубо даже, если мы там говорим, сколько это. Это можно было вот столько. Это и для актёров. Актёры до сих пор начинаются разговоры с того, что в группе говорят, ну, вы знаете, у нас же сериал, у нас денег мало. И опять начинаются социалистические разговоры о том. А это всё соединяется вместе. Потому что на те же кольца и так далее не только затраты идут на всякие технические вещи, но это и создаётся вот эта атмосфера внимания, интереса. Не к актёрам, а к звёздам. Мы сейчас с вами в дачной беседке. У вас тоже, я так понимаю, есть дачные увлечения. Я видела вашу такую красивую фотографию, где Виталий Соломин с такой корзиной яблок, дачник. Да, мы уже в другом месте. Это продали, жена не может на одном месте. Но не из-за этого там самолёты летали, спать невозможно было. Я думаю, что эти яблоки тоже поливали сверху самолётами. То есть подмосковной дачи больше нет? Ну, вот сейчас мы строим. Надеемся, что к весне достроим. Дом, которым мы хотели всё время жить, ну, как бы к концу идёт. Но у меня гложет страх постепенный такой. Потому что защититься невозможно совершенно. Я буду уезжать и всё время думать, живы они или нет. Ну, так, может быть, вы в конечном итоге станете жителем Подмосковья? Нет, я буду жителем Подмосковья, но я не могу в своей профессии там находиться всегда. Но там вот будут старики наши жить, жена, очевидно, там будет. Но меня будет, надо волкодавов каких-то, и то их тоже уничтожат. Там сигнализацию, я знаю, тоже у меня. И отключат, и свяжут, как будто, и не въяснено, кто. Сейчас такой случай у нас там. И вообще даже просто стену вырезают, вот так вот, и всё выносят. Даже уже и двери не открывают. И обратиться не к кому. Значит, в доме надо жить. Так и тебя могут. Значит, надо вооружаться. У меня одна только надежда, что у меня оказались отделения милиции, они там, кто строит, они интересуются. Мне пришлось с ними прийти поговорить. Там я их пригласил на спектакль. Им, как я понял, понравилось. Они мне передали, я ещё с ними не виделся, они мне бутылку коньяку передали. Вот я понял, с кем надо дружить, этот с ними. Они, конечно, тоже защитить не могут. Но так, всё-таки позвонить, сказать, Иван Иванович, приезжай, мы хоть вдвоём там кому-нибудь морду набьём. Там их, правда, трое, а нас двое. Ну, значит, двум мы, а третий нам. Ну, вот так как бы. Колья запасу. А что вы обычно на даче делаете? Всё. Ну, любимое занятие, краткие минуты отдыха. Всё. Убирают, костры жгут, копают, сажают. Ну, это так, мне было интересно это дело. Я сейчас ничего сажать не буду, но я в мастерскую, вот, уже она как бы сделана, выгоражена. У меня есть верстак, подаренный мне Виктором Ивановичем Хохряковым. Настоящий такой, старый такой верстак. Я его перевожу с дачи на дачу, которую вы меняете. Вот я поставлю, там у меня есть замечательный мой товарищ, Женя Третьяков, он столер. Он всегда, когда что-нибудь не надо, он у нас работает. Изумительная честность и умение человека. Вот я его приглашу, он все инструменты развесит, всё как надо сделает, и начнёт что-нибудь строгать. А он так работает, что хочет тут же пристроиться и то же самое проделать. Я рядом тоже начинаю пилить, а за мной, может, и внуки встанут, вот колотить, пилить. Я уже там один раз занимался, им очень нравится это всё по пальцу, трахнуть себе, там, корабль какой-то неказистый сделать. Значительно лучше всяких компьютерных игр. В том месте на речку отвезти этот корабль, он там утонет, эх, поперешивать, с горя потеть червяков накопать, которыми никогда уйдеть не будешь. Но сам вот этот процесс такой, поток, вот мы с ними этим будем заниматься. Что ж, я очень надеюсь, что мы с вами, жители Подмосковья, в очень скором времени сможем сказать, что Виталий Мефодиевич Соломин тоже живёт в Подмосковье. Вот на этой замечательной ноте мы подходим, к моему большому сожалению, к концу нашей программы. И в заключение я бы хотела попросить Виталия Мефодиевича жителям Подмосковья ваше пожелание, вашим зрителям, вашим поклонникам. Ну, чтобы время оставалось в театр, сходить, посмотреть. Потому что, как сказать, кто-то из крупных людей там сказал, замечательная фраза, говорит, у того собачья жизнь, кто не может завести собаку. Вот мне кажется, кто в театр не ходит, кто там на лошади не ездит верхом, кто в теннис не играет, кто не потешит, и так далее. Чтобы мы все не только сидели на дачах и там что-то копали, и оборонялись, что нельзя бросить, чтобы вода не отключалась, электричество не падало, напряжение и так далее. Чтобы была нормальная жизнь. На ключик закрыл и поехал на лошади прокатиться. А вечером в театр с детьми, например, пошёл. Или потом нормальная жизнь, чтобы у нас началась. Счастливо. Всем нам нормальной, замечательной, счастливой жизни. Нашим гостем был Виталий Мефодий Вячеслав Ломин, народный артист России. А в эфире была программа «Подмосковные вечера». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова